Я уже два раза говорил о бордье. Если коротко, то метод бордье является методом, в котором ключевую роль играет понятие объективации. Первые два раза я рассматривал исторические, идейные истоки предпочтения и предпосылки бордье, того, как он формировался. К ним в первую очередь относятся Зомбард, Зиммель, Тергейн, Вебер и Макс. Я имею в виду именно методологические основания. Собственное бордье первоначально проводил исследования, в частности, в Алжире. В духе классических, французских, социологических методов. В то время это было по сути господство структурализма. Если коротко, то структурализм рассматривает синхронию и диохронию исследуемого предмета. И при этом основные интересы структурализма лежат в области синхронии. То есть описание некоторого инварианта, собственно, структура, и есть методологический инвариант, описание некоторого инварианта, который характерен для некоторого полного, так сказать, существования той или иной системы. Ну, например, система языка. Но на языке структуралисты не остановились. Это было только начало, а ко времени, когда Бурдье вошел в научно-исследовательскую жизнь, структурализм проник в этнографию, в антропологию. В частности, Леви Стросс, крайне авторитетный исследователь. Ну, соответственно, в разного рода производных филологических наук, ну, я так не очень четко сказал производных филологических, ну, вот, скажем, литературоведение или семиотика, попытки определения некоторого собственного смысла, который связан с тем или иным текстом. И эти попытки, они как раз были связаны с тем, чтобы найти в тексте определенную структуру. Вот. И считалось, что вот эта структура, она, значит, ну, является фактически основным результатом, который может получить научные исследования. Если еще немного о структурализме, то в чем заключается, ну, некоторое минимум структуралистского метода? Рассматриваются некоторые типичные объекты и их вариации. Рассматриваются, ну, делается попытка извлечь максимально полное многообразие вот этих типов объектов из исследуемой предметной области и описать максимально полно и точно вариации вот этих объектов. А тогда получается, что структура, вот это некоторые инварианты во вариациях, типы преобразований, типы объектов рассматриваются, и любая конкретная вариация, любое конкретное воплощение этой предметной области, оно является вариацией того или иного аспекта общей структуры, подструктуры там и так далее. Эта позиция, она принципиально антиисторична, но ее немножко дополняют таким историческим довеском. Говорят, что есть идеохрония, есть определенные изменения, но вот эти изменения структуры, они не очень хорошо фиксируются именно структуралистскими средствами. Это я вот сейчас высказал свое мнение. Хотя были попытки развертывать разного рода генетический структурализм, эволюцию вписать в это дело, ну и так далее. Так вот, структуралистский подход, он довольно сильно, я бы сказал, отличается от непосредственного описания. Он дает новые типы объяснений, но он оказывается в затруднении, когда мы сталкиваемся с тем, что какая-то предметная область резко меняется. Фактически это получается слом структуры, и надо сказать, что вот такие структурные виды изменения, они в науках наблюдаются, если говорить не о структурном подходе, а вот просто в рамках изучения того, какие есть науки, как они устроены. В частности, вот есть у нас институты научной информации по общественным наукам, есть институт научно-технической информации, и что в научно-технической, что в общественной науке. Фиксируется такой факт, что там меняются термины системы. Изменение термина систем – это, вообще говоря, изменения, которые ломают структуру. Но вот эта проблематика, можно связать это с тем, что, допустим, развитие некоторое идет в духе более или менее таком диалектическом, марксистском и так далее. Можно, значит, говорить о том, что есть некая внутренняя логика, которая связана с переходами от одного этапа к другому этапу. Это уже не вполне диалектическое. Ну, хотя в диалектической логике такое тоже имеется, но это уже не вполне диалектическое такое рассмотрение. Ну, значит, вот эта изменчивость, причем изменчивость иногда проявляющаяся в рамках как бы господствующей структуры, принципиальная изменчивость, проявление чего-то принципиально нового, вот она может быть зафиксирована во многих случаях, скажем так. И вот некоторая такая абстрактная в сообществе структуры, которая должна быть применена к некоторым конкретным явлениям, процессам и так далее, вот она оказывается, значит, двойственной. То есть структура может быть навязана методом. Вот это, собственно, структуралистская позиция, это позиция маниокантианская. неокантианцы говорили, что метод определяет предмет. Это вслед за, собственно, Кантом и Егелем, в частности, ну, не только Гегелем. То есть речь шла о том, что вот если у нас есть метод, то он определяет, дает определенности предмету. То есть это вот такая форма интерпретации априорности методических форм по Канту. Однако развитие наук показывает, что прямое исследование методу Канта, которое предпринимали, делались попытки предпринимать его, то есть выбрать что-то за общезначимые универсальные методы и его применять, в естественных науках работали чем дальше, тем хуже. Развитие естественных наук показало, что, скажем, вот непосредственно физические методы к химии неприменимы, к биологии неприменимы и так далее. Ну, я сейчас высказал некоторый спорный тезис, потому что сейчас есть физическая идеология, ну, или математическая идеология, которая основана на том, что вот в основе мира лежит нечто физическое, и все остальное может быть из него некоторым, ну, почти физическим образом выведено. Ну, я вот скажу, я не буду рассматривать эту проблему, я просто скажу, что до сих пор вот такого выведения конкретного не предпринял никто, есть только частные модели, которые весьма плохо работают. Ну, взять, допустим, квантово-механическую функцию и построить функцию поведения человека на ее основе не получается. Слишком много как бы суперпозиции волновых функций, и в итоге уравнение неразрешимо. Его даже и записать нельзя. Ну, это я вот высказал, наверное, свое довольно категоричное мнение на тему того, что физический редукционизм, физикализм и прочее это неверная точка зрения, ну, тем более, что знакомься в аудитории, которая более или менее как бы представляет, я думаю, концепцию, которая развивалась в парксизме и ленизме, концепцию уровней движения материи, и там речь идет в частности о некотором своеобразии вот этих высших уровней и относительно самостоятельности их. вот, да, ну, это я вот несколько в сторону, да, хотя нельзя сказать, чтобы Бурдье не имел в виду вот, ну, сходных проблем. Ну, вот это конкретизация общих положений, да, то, что результаты исследования могут быть навязаны тем, что сейчас называют оптика исследования, вот, с этим Бурдье столкнулся вот как раз в Алжире исследуя, вот, и стал более или менее сознательно отходить от структуралистического подхода, начал такой отход, значит, стал разрабатывать социологические методы, связанные с некоторым с анализом практики, конкретной практики, и надо сказать, что он во многих местах демонстрирует большое уважение по отношению к Марксу Энгельсу, анализы которых по отношению к тем или иным конкретным историческим событиям, там, вот это классовая борьба во Франции, да, 17-й пример Луи Бонапарта, крестьянские воины в Германии, в общем, это с точки зрения Бердвии очень неплохие примеры такого конкретного анализа, вот, и анализ этот это анализ некоторой определенности, которая возникает в мире, объективная определенность, я бы сказал объектная определенность, потому что с одной стороны будучи субъектами познания мы непосредственно противополагаем и предполагаем нечто субъективное субъективное и объективное, да, это по отношению к познанию, а вот некоторое объектное положение в мире, то, как в мире размещены объекты, и субъектное положение в мире, то есть то, как в мире объективно размещены субъекты вот это как раз некоторая такая проблематика проблематика чего-то предшествующего познанию чего-то, что дает непосредственное существование знания, в частности вот эти вот структуры инкорпорированные структуры знания познания, действия инкорпорированные социальные структуры которые Бурдье называет габитусом вот все это он начал разрабатывать там в 60-е годы в общем про это я говорил во второй лекции цикла и как я сказал ключевым методологическим регулятивом здесь выступает понятие объективация вот, ну а что значит объективация создание вот некоторого относительно относительно самостоятельного объекта относительно самостоятельный объект это объект ну вот здесь надо делать некоторое уточнение это объект который становится относительно самостоятельным в социальном мире то есть в мире в котором объективно присутствует субъект и вот это вот создание такого объекта но очень многогранно сам человек как субъект получает объектную структуру объективируется и допустим есть в бурдье такой небольшой текст объективация субъекта объективации который этот текст он написал в качестве введения к своей книги гомо академикус 84 году ну собственно вот здесь как раз идет речь о том что субъект тоже объективируется объективируется то есть получают объективное существование объективные характеристики объективную значимость и действительность актуальность и так далее значит и вот этот период развертывания представлений бурдье который длился примерно до конца восьмидесятых годов он характерен такой позиции которую сам бурдье называл объективистской то есть не объективные объективистской позиция эта позиция которая представляет частность самого субъекта как некоторый объект но при этом в некоторых они кто-то я туда bardziej старые антологии то есть чем отличаются старые классические антологии от новых не классических тем что в классических антологиях акт активность актуальность так далее выносится за пределы антологии классика бог сотворил мир активность бога за пределами мира в мире субстанции которые богом порожденный и бог придал им некоторые действительность ну в общем они вот там существуют для своим собственным внутренним определением определением керсе латинское по себе сами по себе или определение вот как греки говорили котаута это означает тоже сама по себе полагалось что есть некоторая такая сущность заданная кем-то и так далее и все остальное вот это ну как бы некоторые добавочные вещи допустим активность известный известная проблема скажем эвистенциализма о том а вот как соотносится сущность и существование дело в том что сущность можно рассматривать как бы вне мира от существования обязательно в какой-то такой окрестности мировой рассматривается в связи с действиями там действиями на то что существует или действиям того что существует на другое существующее ну вот существование более такая вот активная актуальная конструкция и вот согласно классической антологии существования оно является производным от сущности а сущность она сама по себе определена изначально а вот не классические антологии они переносят центр вот этого существования в центр вот этот активности в существовании и тогда сущность оказывается некоторым производным моментом существования существованием предшествуют сущности сущность таким образом может изменяться развиваться и так далее ну а здесь я опять-таки напомню о том что именно в этом ключе ну как я полагаю маркс интерпретирует сущность человека когда говорит о том что в действительности то есть в действительном включении в мир сущность человека это не абстракт ну и так далее а некий ансамбль общественных отношений а вот бурдье вообще-то рассматривается то что можно назвать сущность у человека ну в этом ключе сущность это они некие базисные определенности какие базисные определенности есть у человека ну допустим габитус это нечто что характеризует практику человека его поведение габитус теснейшим образом связан с тем что бурди называть стиль жизни или жизненный стиль и ну я уже упоминал в прошлый раз про то что некоторые существенные компоненты представлении бурдье о том как устроена социальная жизнь ну здесь надо различать социальное пространство да социальную жизнь социальное пространство как говорит бурди это некоторая некоторая геопетрическая аналогия это некоторое множество позиций и диспозиций которые мы рассматриваем как одновременные в то время как в действительности никогда все они не даны полностью всеобщим образом и так далее ну это вот я только не помню я социальное пространство подробно рассматриваю прошлый раз нет лучше тогда напомнить слушать другие да вот я обращаю внимание на некоторые существенные такие аспекты вот допустим поле поле тесно связано социальным пространством и на этом основании его часто рассматривают как синоним социального пространства это не так я сейчас буду это показывать ну синоним пространство по подразделения поле а значит тогда тогда я пожалуй что скажу что ранний период бурди был характеризовался объективизмом он сам говорит позже более поздний период значит характеризовался его очень яркой политической активностью и ангажированностью то есть объективизм он как бы не ангажирован да и он там пытался занимать эту вот неангажированную позицию исследователя социальных процессов явлений и так далее вот а позже уже в 90-е годы и в начале 2000-х до смерти он уже был довольно ярким таким активистом антиглобалистом значит выступал против политического либерализма наступал за ну поддерживал да вот все выступления меньшинств от гомосексуалистов до безработных хотя безработные вот не везде меньшинство но тем не менее здесь речь шла о меньшинствах в некотором смысле такого объема прав да объема прав объема ресурсов вот то есть господствующие классы вот они в общем-то не представляют собой сильного большинства да но по значит объему капитала символического капитала образовательного капитала экономического капитала да значит семейного капитала вот они сильно превосходят вот эти вот ну скажем бедноту рабочий класс в имея в виду низшие слои рабочего класса иммигрантов ну и так далее в этих политических своих так сказать направлениях действия в общем-то они отказываются от методологии которую разрабатывал на предыдущем этапе речь пожалуй идет вот о чем вот если такая объективистская методология она нацелена на то чтобы скрыть предпосылки позиции которые занимают ученый позиции которые занимают тот актер которого изучают ученые ну и так далее сделать их более-менее ясными самим себе в частности в частности Бурде говорил что социология это такой хороший инструмент анализа который позволяет выявить и представить собственные предпосылки и вот здесь эти предпосылки они ну это вот антипросвещенческая позиция просвещение существенно основывалось на той идеологии что вот есть разум у него есть какие-то предпосылки которые мешают ему быть чистым эти все предпосылки надо отбросить предпосылки предрассудки и тогда разум сможет с чистого листа опознать вот некоторую истину ясную саму по себе и прочее в частности некоторая такая политическая иллюзия что тогда все значит поймут какое политическое устройство будет правильным все подчиняться требованиям этого политического устройства и наступит на земле значит существование без ну по крайней мере серьезных конфликтов скажем так в том числе военных так вот здесь речь идет о том чтобы осознать свои предпосылки на мой взгляд речь идет о некотором следующем этапе если какие-то предпосылки есть у позиции то у нее стало быть есть как минимум действительные основания действительные начала и относиться к ним не сознательно это в частности означает что вот эти обстоятельства и так далее они господствуют над тем кто находится во власти вот этих самых условий предпосылок обстоятельств и прочее в то время как осознающий свое положение человек достаточно четко понимающий как практически устроено его существование он способен некоторым образом изменять свое положение принимать или не принимать социальные порядки которые ему навязывают и может быть даже создавать собственные социальные порядки то есть это вот такая идея ну достаточно я бы сказал левая да отчасти даже марксистская и об этом наверное достаточно меня интересует прежде всего методология бурдье я буду сейчас рассматривать ну я рассмотрю сейчас несколько конкретных примеров этой методологии в частности некоторое это моменты где более или менее раскрываются вот вот эти методологические регулятивы и я вкратце охарактеризую некоторые некоторые основные методологические пункты и средства которые я использовал в бурдье анализируя анализируя хайдеггера значит у него есть работа политическая антология хайдеггера которая впервые опубликована в семьдесят пятом году и бурдье во-первых сам называют эту свою работу упражнением в методе это упражнение в методе является упражнением которое вскрывает двойственность позиций хайдеггера двойственность политическую и философскую некоторая философская антология хайдеггера я бы сказал более или менее всем интересно философам философы как раз много внимания уделяют тому чтобы исследовать как как там у хайдеггера фундаментальная антология да вот как некоторый начальный проект некоторый переход к анализу языка как дома бытия и соответствующих я бы сказал практических последствий для философа да в общем философы в основном интересуются этим вот я от себя как бы добавил до некоторой степени об этом же пишут хайтни и буртье но вот во многих местах я просто как бы свел воедино плюс замечания из современности можно такие сделать так вот в чем глядя на глядя так сказать вспять на тот анализ который он провел в чем заключается с точки зрения самого буртье в том что его социологический подход который заключался непосредственно в чтении произведения как такового его двойных смыслов и подразумеваний речь идет о произведениях хайдеггера значит вслед за ну не вслед за а вообще историки философии философы изучавшие хайдеггера они занимали разного рода позиции более или менее политические связь хайдеггера с нацизмом а многие деятели рассматривали ну вот естественно лукач о котором я уже говорил но не только лукач буртье кстати лукача почти не рассматривают он рассматривает других исследователей хайдеггера и говорит что историки философии исторически анализируя разного рода позиции хайдеггера высказывания тексты и так далее в конце концов связали это с некими политическими импликациями основные политические не импликации философии хайдеггера буртье выделяют три но три самые неожиданные импликации философии политической осуждение государства благоденствия которое скрыто как пишет буртье в глубине теории временности антисемитизм который сублимирован в концепте беспочвенного блуждания ну непосредственно если помните позднего хайдеггера речь идет о некоторой выдающейся роли поэта который значит выходит за пределы почвы некоторые эпохи да вот и предвозвещает некоторую новую эпоху устроенную по-другому ну там на Вельдерлина ссылка да вот в промежутке между между богами уходящими и богами еще не пришедшими там творит поэт беспочвы вот вот и вот эта самая беспочвенность она проистекает в частности из отсутствия вопрошение вопрошение развертывая и третья неожиданная неожиданная политическая импликация это консервативная революционность которая вдохновила философские стратегии радикального преодоления это я сейчас цитирую Бурдье и разрыв с гитлеровским режимом который был вызван непризнанием притязаний философа на миссию философского фюрера вот и некоторое я бы сказал философское философский итог вот этого взгляда несколько со стороны на проблему взгляд самого Бурдьена это проблему развертывания политических и философских смыслах у Хайдеггера вот он писал что все это то что могло быть прочитано в текстах и стало для историков философии весьма неожиданными последствиями оно было отвергнуто ревнителями ортодоксии чтения которые которые я продолжаю цитату которые чувствуя угрозу своей идентичности со стороны прогресса наук которые от них ускользают цепляются подобно пришедший упадок аристократии за известную философию философии образцовое выражение которое предложил Хайдеггер учредив священную границу между антологией и антропологией вот здесь я напомню что антропология ну современная антропология философская антропология в частности она принципиально основана на признании телесности как базисного фактора существования человека и кроме того вот признание телесности как базисного существования человека вот оно не может быть произведено в рамках антропологии как признание вот некоторой ну вот материальности как бы вот не специфической то есть вот простой материализм заключается в том что мы берем какой-то вид материи изобазисный и из него строим все остальное это ну по сути редукционизм некоторый в то время как если мы рассматриваем качественные изменения то мы должны рассматривать также возникновение некоторых собственных относительно самостоятельных материальных оснований для разных уровней движения материи и вот вот это самая антропология да которая была тесно связана с рассмотрением повседневности в частности а не только привилегированных форм познания а тем более что антология классическая она тесно тесно смыкалась гносеологией поскольку классическая гносеология она рассматривала как некоторое преимущественное и предпочтительное познание познание некоторой антологической истины но при этом антологическая истина в классике это неизменная абсолютная истина а в марксизме как известно истина не абстрактная она конкретная она исторична и в этом смысле я кстати смогу чуть отвлекаясь от этого рассмотрения привести пример исторической истины математической да вот 24 говорят это неверно товарищ точнее это верно не всегда в поле вычетов по модулю 3 дважды 2 равно единице вот то есть четверки там вообще нет не существует в этом поле вычетов ну то есть вот непосредственно да утверждение что 2 2 равно всегда 4 нужно ну если рассматривать историю некоторую развертывание человеческих представлений понятия и так далее оказывается что вот абсолютизация некоторого некоторой числовой системы вот она приводит к вот такого рода значит казусом скажем так ну это вот некоторый такой пример то того что даже казалось бы очень хорошо и точно определенные познания выглядящие абсолютно имеют свои основания исторические ограниченности и так далее и не применимы не везде и не всегда ну вот я значит возвращаюсь к тому что вот эта вот граница между антологией и антропологией антропология как некая телесность как некая практичность да и вот я когда говорил про лукача в своих предыдущих лекциях я отмечал тот факт что хайдеггер рассматривает возможность значит подхода к экзистенции как к чему-то практическому и говорит что эта точка зрения была характерна для греков даже практичность но говорит хайдеггер мы эту точку зрения рассматривать не будем он просто берет и отсекает практичность практичность у него возрождается несколько позже в виде техничности как неподлинного бытия ну и так далее так вот здесь существенным да является вот это двойные смыслы подразумевания произведения по-видимому если рассматривать то как производится некоторый интеллектуальный продукт двусмысленность ну или даже многосмысленность это неотъемлемые его свойства но в частности герменевтика в двадцатом веке она вполне пришла к признанию того что существует множество контекстов в которых создается некоторое интеллектуальное произведение и смысл и его значение тесно связаны с этими контекстами и тем более более поздние так сказать версии когда мы уже из-за другого контекста смотрим на это произведение то мы можем различить смыслы и значения которые были более или менее свойственны автору произведения смыслы и значения которые вычитали современники из этого произведения и видоизменения этих смыслов и значений которые мы можем обнаружить по отношению к нам самим к нашей современности к нашим контекстам ну вот я говорил только про современность ну вот и допустим разные социальные слои разные культурные слои и так далее значит вот тем не менее вот как формулирует вот эту задачу рассмотрения множественности конкретно двойственности смыслов бурди он говорит что ну на самом деле предпосылает своему анализу некую цитату в которой значит говорится что фраза оказывается двусмысленной из-за определенной расстановки составляющих ее слов когда на первый взгляд представляется что между ними одно отношение тогда как на самом деле оно другое значит это вот чисто риторическое рассмотрение двусмысленности ну собственно это филолог Бальги произнес его Бальги цитирует ну как подойти к задаче двусмысленности то есть задачи осмысленности произведения ну как минимум в политическом и в философском поле значит здесь необходимо вот вот я прочитаю что что говорит бордье адекватный анализ строится на двойном отказе он отвергает как претензию философского текста на абсолютную автономию и вытекающий из нее отказ от любых внешних отсылок так и прямое сведение текста наиболее общим условиям его производства можно признавать независимость имеется ввиду текста философского но при условии что мы ясно понимаем что она лишь другое имя зависимости от специфических законов внутреннего функционирования философского поля можно признавать зависимость имеется ввиду философского текста вот вне философских компонентов но при условии что мы принимаем в расчет те систематические трансформации которые ее результаты претерпевают вследствие того что она осуществляется только посредством специфических механизмов философского поля значит ну здесь идет речь о специфических законах внутреннего функционирования философского поля тем самым об относительно самостоятельности объектов которые туда входят его составляют реализуют и прочее философское поле здесь больше чем просто корпус допустим текстов философов это и его предшественники вдохновители идейные наоборот вдохновлять идейно можно и положительно и отрицательно и те с кем он согласен и те от кого он отталкивается в общем то отталкивается он и от тех других на других основывается на одних основывается на других пытается оттолкнуться чтобы они как бы не вносили какой-то вклад негативная зависимость таким образом вот здесь зависимость да от внешнего да она тоже имеет определенную относительную самостоятельность внешних объектов но результаты этой внешней зависимости как говорит бурде претерпевают систематические трансформации в ходе того что у нас текст осуществляется посредством специфических механизмов философского поля то есть схема рассуждения это схема взаимодействия но это вот уже я комментирую здесь предполагается относительно самостоятельности не только объектов но и мира объектов вот объекты это немного разные вещи относительно самостоятельности множественность миров объектов в частности ну или по крайней мере их некоторую стратификацию подразделение на уровни хотя те кто рассматривают обычно идеальные миры они не стратифицируют по отношению материальных ну и наоборот тоже как правило тоже так вот дальше Бурдье говорит необходимо оставить оппозицию между политическим и философским чтением и подвергнуть двойному неразделимому политическому и философскому чтению тексты которые в самом своем основании определяются через двусмысленность то есть через отсылку к двум социальным пространствам которым соответствует два ментальных пространства то есть я могу дать такой такой комментарий что вот это методическое правило связано с соотношением слова и дел то есть вот поле философии ну включает себя как некие дела которые выражаются в словах прежде всего но не только в словах а в разных практических диспозициях эти дела выражаются так и слова которые с одной стороны обозначают это представляют вот эти самые дела надо сказать что представляют они их естественно в некотором несобственном виде то есть слово на дело не похоже непосредственно прямо да слово имеет дело с представлением то есть с некоторым воспроизводством с мысленным воспроизводством существования чего-то слово относительно самостоятельно и далее это вот иерархия она заново воспроизводится тогда когда мы рассматриваем вот слово о слове как некоторое дело то есть тут происходит некоторое такое взаимодействующее связывание переворачивание оснований рационально это можно понять с точки зрения локальной актуальности то есть речь идет о том что когда какая-то позиция вот выдвигается и устанавливается то это нечто ну практически присущее актуально присущее жизненно присущее в некотором окружающем мире когда это дело обозначается словом а то вообще говоря это всегда или до или после просто непосредственно по времени я что-то сделал и назвал или кто-то назвал то что кто-то сделал ну неважно и вот это другое время да это фактически некоторая пополненная ситуация в которой есть новый акт акт называния акт представления называния и дальше вот это матрешка да вот она может развертываться вглубь да вот она может увеличиваться вверх можно переходить между разными слоями вот этой матрешки состоящей из слов и дел да вот и здесь что означает это двойная референция наивно если к этому подходить то это означает желание смешать слово и дело уничтожит различие между ними когда слово будет непосредственно дело или дело будет непосредственно осознанным и как бы неотделимым от некоторого слова вот это слово можно продать, предать и убить выражает некоторый аспект вот этого смысла но это более или менее наивный аспект а здесь, если речь идет о бурдье, то я лично интерпретирую это как то, что здесь идет речь о двунаправленном освоении субъектом двух миров идеального и реального собственно, как можно вот так вот осваивать эти миры ну, освоение реального мира, практического оно происходит в ходе жизни любого субъекта и субъект при этом приобретает вот эти объективные черты которые воспроизводятся, повторяются достаточно объективно установлены по отношению к другим субъектам и объектам и в то же время освоение вот этого идеального мира где возникают вот эти вот как бы конституирующие, да, вот объективирующие, конкретирующие клубки пониманий и мыслей которые выражаются в разного рода представлениях которые тоже объективируются вообще-то собственно, на сутки текст есть вот такая объективация идей, взаимосвязи, идей, перетекания идей, создания по представлению и так далее И вот пример недостаточного такого подхода Адорна не сумев ухватить решающее посредование которое представляет собой конститутивные позиции философского поля и связь, в которой они находятся с основополагающими оппозициями философской системы Адорна неизбежно проходит мимо алхимического принципа который защищает философский дискурс от прямой ведутцы к классовой позиции его производителя и в то же время лишает себя возможности объяснить то, что может казаться самым существенным а именно эффект придания философской формы Значит, вот Бурде здесь соотносит два типа сущностей У нас есть философское поле, которое конституируется Конститутивные позиции философского поля, он говорит, это опосредование То есть основополагающие оппозиции философской системы опосредованы вот этими позициями философского поля Но вообще-то, когда речь идет об опосредовании, то вот это двустороннее рассмотрение позволяет говорить и о том, что наоборот основополагающие одно другое опосредуют и оба друг друга опосредуют Собственно, вот предшествующие вот это двойное неразделимое политическое и философское чтение Я думаю, что может быть правильно понято только благодаря, ну вот при условии того, что мы рассматриваем опосредования которые составляют, собственно, основу этого нераздельности вот этого чтения Ну, вот это я так полагаю Тут поле, конститутивные позиции философского поля Оно находится в связи с силами Причем эти силы находятся в позициях То есть они определяются в отношении к внешнему миру философии Конститутивные позиции философского поля Другими словами, они в обществе находятся И далее становится ясно, Бурдье про это говорит, что это мир актуальный, мир в акте У него тут есть... Есть далее некая критика Таких критиков социологического вот этого подхода Которые заранее знают, что надо думать в конечном счете И не прилагая ни малейших усилий В мысли Располагаются в конце анализа Они знают, что в мысли располагается в конце анализа Для того, чтобы разоблачать неизбежную ограниченность любого анализа в акте Акт анализа Действие, которое производит исследователь Которое он производит, как раз находясь в поле исследования, в поле науки Которое специфически выделено в обществе И можно пытаться занять вот эту позицию в мысли Предвосхищая Заранее Заранее зная, что Допустим Полная задача исследования Она должна была бы реконструировать Всю структуру поля философского производства В том числе всю историю Релектатом которой она является В том числе структуру университетского поля Которая придает корпусу философов место И функцию, которую выполняют философы Структуру поля власти В котором определяется место профессоров В общественном универсии В социуме То есть Такая задача Она Если вставить ее в таком абсолютно общем виде Она действительно нерешаема Потому что надо рассматривать историю А у истории свои предпосылки и так далее Это не заканчивается и в историческую глубину Некоторые типичные позиции профессоров Скажем В университетском поле Более или менее можно выделять Просто потому что Есть должности и ставки На которых вот эти Товарищи работают Но Здесь имеется некоторая текучка Некоторая недоопределенность Когда Скажем Кто-то вынужден выполнять работу за других Выходя за пределы своей должности Просто чисто формально Ну и так далее И тем более Если говорить о Институте Поддерживающем Обеспечивающем воспроизводство профессоров Институт секретарей Лаборантов Значит Аспирантов Студентов Доцентов И так далее То есть Эта задача Она По отношению к конкретному Периоду А тут речь идет о Веймарской Германии В частности Она Заранее Как бы Предполагает Что не удастся Раскрыть полную Систему связи Нельзя вот все Перечислить Буквально все А тем более Что Вот если Говорить о Более современных Кстати Вообще Когда есть какая-то Административная структура То у нее есть конечно Свой устав Положение Там Инструкции должностные И так далее Вот И Казалось бы Вот Хорошо работающая структура Должна вот Действовать строго по уставу По структуре и прочее Но вот фактом Жизни Много раз повторяется Является то Что Реальная действительность Любой организации Отличается от Того Как она должна Работать Вот И Отчеты о деятельности Организации Которые подаются Наверх Да Вот Они Представляют Эта деятельность Так Как вот Она должна Происходить Но если Опираясь на это Попытаться построить Допустим Автоматизированную Систему Которая будет Упорядочить Документ Оборот В организации То вот Многие Попытки Создания Вот таких Автоматизированных Систем Они показали Что В действительности Все работает не так А система не работает Автоматизированная Ну Правда Там можно Приспосабливать ее Чтобы она в конце концов Как-то заработала Да Но вот это Некоторая Такая вот Это просто Я повторяю Там Многократно Повторяющийся Факт Общественной жизни То есть Вот это Раскрытие Полной системы Связей Это Вообще-то Как пишет Бурде Ну Точнее так Необозримость Задачи Раскрытия Полной системы Связей На которую Опираются Ученые Дискурсы По вполне Понятным причинам И являются их лучшей защитой От объективации То есть Есть Вот Некие Реальные Ученые Дискурсы Есть Их Объективация Но Неполнота Значит Раскрытие Вот этой Системы Связей Она Выступает В качестве Некоторой Такой Я бы сказал Защиты От Начальственного Дурака От Произвола Начальства Ну и так далее И тут Речь Про Вот эту Защиту От Объективации Речь На мой взгляд Должна идти Также И о том Что В общем-то Сохраняется Субъектность Которая Выступает Ну вот Как я полагаю Как некая Отчасти Кажущаяся А отчасти Действительная Свобода Интеллектуала Создавать В себе Обкленный Люфт Воздух В рамках Того места В которое Он поставлен Действовать Не только Так Как Требует Этого Объективированная Институция Объективированная Система Ну это Вот в одном Направлении Это в направлении Как бы Практического Некоторые 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 Можно сказать Преодоление Отчуждений Здесь Ну не совсем Здесь Вот В Бурдье Вроде бы Намечается Некоторая Идейная Такая Линия Связанная С тем Что Отчуждение Вот если Понимать Под отчуждением Объективации То есть Уничтожение Собственно Субъектного И субъективного Момента Да Вот оно Может быть Несколько Нивелировано Как бы Изнутри А при этом Объективно Однако Это Мало что Меняет Да Вот это Другой Аспект То есть Тут Очень Я бы сказал Сложное Сложное Такое поле Взаимодействий Описывает Бурдье Значит Ночитали Вот Говоря О То Что Делает Хайдегер Бурдье Говорит Что Адекватное Понимание Предполагает Что Сознательно И методически Осуществляется То двойное Установление Связи Которое Практически Осуществляет Политическая Энтология Хайдегера Способ Занять Политическую Позицию Высказывается Исключительно Философски Здесь О чем Идет Речь Сознательно И методически Да Это дело Осуществляет Бурдье А Хайдегер Практически Осуществляет Вот этот Способ Занять Философскую Политическую Позицию Высказывается Исключительно Философски То есть Можно сказать Несколько Другими словами Это не Терминология Бурдье Что Некоторая Цель И задача Хайдегера Состоит В О том Чтобы Создавая Некоторую Систему Философскую Одновременно Делать Некий Политический Жест В общем-то Именно Так Это И было Воспринято В Германии Тридцать 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 Третьего Года Здесь Отдельный Интересный Вопрос О том Какую роль Здесь играет Мораль Ценности И так далее Как следует Далее Бурдье Вот Эту Политическую Антологию Хайдегера Он Начинает С Характеристики Идеологического Настроения Немецких Интеллектуалов Он Говорит О Позициях Зомбарта Шпенглера И Шпанна Которые Выражают Некую Идею Идею Движения Корням Под Корнями Внимается Нечто Народное И Бурдье Отмечают Что Идея Народности Фиксируется Неточная Объективация Что Объективируется Объективируется Некоторый Как бы Дух Порыв Стремления Структура Которая Здесь Может быть Выделена Здесь Он Переходит К анализу Идеологии Где Цитирую Эти Эти Бесчисленные Источники Бьющие Отовсюду Демонстрируют Основополагающую Черту Идеологической Конфигурации Составленной Из слов Функционирующих Как экстатические Или негодующие Расклицания И Полуученых Перетолкованных Тем Спонтанных Индивидуальных Изобретений Объективно Согласованных Через Согласованность Габитусов И Аффективное Соединение Общих Фантазмов Создающих Видимость Единства И вместе С тем Бесконечной Оригинальности Значит Здесь Идеология Рассматривается Как достаточно Сложная Идеологическая Конфигурация Да Как достаточно Сложная Такая Объективация Неточная Объективация Ну От себя Скажу Бурди Это так Не Формулирует Но Такая Объективация Становится Точной Когда Возникает Некоторая Классическая Форма Выражения Которую Дальше Все Цитируют До тех пор Пока Не Фиксирована Вот Эта Классическая Форма По сути Речь Идет О Некотором Многообразии Опытов Выражения Вот Этого Самого Духа Народности Допустим Некоторой Идеологической Идеи Основы Идеологии Идеология Она здесь Уже Конфигурирована Потому что Есть Слова Но слова Еще не В собственном Смысле Слова Они функционируют Как Экстатические Восклицания Как Негодующие Восклицания Как Аффекты Но при этом Уже Вот Есть Слова Да Некоторое Начало Как бы Подбора Объективирующего Основания Уже на уровне Именно Теоретической Конструкции Концептуальной Конструкции Значит И далее Полученые Перетолкованные Темы Речь идет Часовека Ну Например Отражают Некоторые Изменения В составе Социальных Структур Зомбард Зомбард Например У него Отражают Некоторые Объективные Теоретки Появляются Превращение Превращение Некоторых Субъективных Переживаний Выражение Чего-то Что Чего-то Объективного Что Ощущается Как Объективное Но еще Не приняло Эту Реальность Или Эта Реальность Оказывается Расползающаяся Неполная И неустойчива Теперь Полученые Перетолкованные Темы Темы Вот это Интересный И сложный Вопрос Что значит Полученые Перетолкованные Темы Некоторая Переинтерпретация Ученых Тем Перетолкования Полученые Значит Не признанные Научным сообществом Не в полной мере Признанные По крайней мере То есть Такие выводы Которые Само научное Сообщество Не делает Ученые Нелегитимные С точки зрения Научного сообщества Интерпретации Оттолкования Значит И это все Объективно Согласовано Через согласновательность Габетусов И через Аффективное Соединение Общих Фантазмов Вот опять Возврат идет На уровень Экстатических И неготовящих Восклицаний Выражающих Некоторые Субъективные Отношения При этом Габетусы Оказываются Согласованными Именно В этом Отношении В отношении Аффекта В отношении Выражения Эмоций И так далее Некоторые Настроения Которые Овладевают Людьми Так называемым Народом Дело в том Что ученые Они Как бы Из народа Выходят Но Как говорится Страшно далеки Они от народа Вот Тот самый Фольк Который Вообще-то Не Не образован То есть У него Есть Некоторое Начальное Образование Но Этого Ведь Не достаточно Для освоения Ученых Конструкций Ученые Конструкции Выступают Как внешние Как отчасти Магические Для Вот Этого Самого Образования Одновременно Как Директивные Нормативные Значит Властные Вот И так далее Но Габетус Про это Во многих Местах Говорит Здесь Фантазмы Соединяются Да Фантазмы Фантазмы Это Некоторые Порождения Фантазии Ну Так Если Брать Начальное Так сказать Начальный Смысл Начальное Значение Так вот Вот Эта Неточная Объективация Которая Составляет Идеологическую Конфигурацию Она Оказывается Отключенная Как раз В практику Из практики Выходит А Ученый В данном Случае Ученый Это Широко Хайдеггер Хайдеггер Тоже Ученый Да Официально Занимает Должность В университете Да Вот И так далее Деньги За это Получает Вообще Профессии Его Значит Официально Вот Это Вот Не Выражено Да Ну Как раз В пору Говорить Про Эту Самую Эпоху Когда Вот Поэт Находится Между Разными Эпохами Между Тем Что Было Установлено Раньше И Тем Что Значит Только Приходит И Его Можно Только Чувствовать Некоторым Образом Но Вообще Говоря Это Как раз Есть Чистая Фантазия Вот То Что Чувствуется Из Того Что Приходит Из Будущего Фантазия То есть Не прогнозирование В частности Прогнозирование Уже Имело бы Некоторые Компоненты Научности На чем-то Основанной И так далее А здесь Вот Переживание Чувства Эмоции Вот И Как пишет Буртье Из-за своего Смутного Синкретичного Характера На грани Рационального Выражения Народная Идеология Находит свое Лучшее Выражение В литературе И прежде всего В кино И там Приводит Огромное Количество Разных Не то что Огромное Не так Большая Книга Но Массив Действительно Большой Наиболее Характерный Пример Приводит Разного Рода Фильмов Которые Так Или Иначе Выражают Разного Рода Идеи Типа Того что С одной Стороны Есть Некий Народ Но Где живет Народ На равнине А в горы Поднимаются Только Те Кто Ищет Высоты 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 Те Кто Ищет Высоты Они Способны Лучше Увидеть То что Там Есть На равнине И так Далее Вот Они Как Являются Такими Фюрерами И Вот Это Выражалось В частности В том Что В Начале Двадцатого Века Группы Молодежи Студентов Предпринимали Восхождение В горы Где Там Разным Романтическим Способом Философствовали Рассуждали И Прочее Но Именно Вот Студенты Учащиеся Полные Ученые Недоучки Только Отчасти Знакомые С Системами Разных Идей В то же Время Ощущавшие Себя Вне Вот Этой Системы То есть Это Описывается Некая Повседневность Которая С Необходимостью Воспроизводится Как Воспитание И в то же Время Как воспитание Человеческого Чувства И как в то же Время Как развитие И воспроизводство Человеческого Чувства Здесь я Не удержусь От соблазна Указать На то Что Искусство Как Воспитание И формирование Человеческого Чувства Определ Ильянков Осматривая Его Общественное Бытие Скажем так На мой взгляд Очень Хорошее И правильное Осмотрение И далее Значит Разного Идейное Вот эти Установки Предпосылки И так далее Заметьте Все В Русле Рассмотрения Прочности Объективации Воспроизводства Объективации Сначала Воспроизводится Неточная Объективация Но она Упрочивается Практически Вот это Идеологическая Объективация А далее Напишет Про То Как изменяется Система Предрасположенностей То есть Гапитус Причем Это Конкретно Замечал В частности Армстревич В 30 Нет В 27 По-моему Году А там Я Прочитаю Цитату Интеллектуальный Пролетариат Доктора Вынуждены Преподавать В заведениях Ниже Университетского Уровня По причине Нехватки Места И Низшие Интеллектуальные Работники Чья численность Увеличилась Когда большие Научные Институции Превратились В предприятия Государственного Капитализма Этот Интеллектуальный Пролетариат Прирос Всеми Вечными Студентами Которым Логика Немецкой Университетской Системы Позволила Занять Низшие Преподавательские Места Таким Образом В недрах Самого Университета Появилась Свободная Интеллигенция Которую Более Жесткие Системы Вытесняют Литературные Кафе Ну Это речь Идет О французской Системе Организации Интеллигентов Там Кафе То есть Здесь Что мы Видим Анализ Одного Из социальных Предпосылок Вот этого Интеллектуального Переворота Ну Я бы Сказал Что Вполне Аналогичный Анализу Восемнадцатого Бремера Появляется Лемпен Пролетариат И Плочее И Я Я Сказал бы Что Вот это Выделение Некоторой Социальной Почвы Социальная Почвы Для преобразования Интеллектуального Ландшафта Для преобразования Требований Которые Предпринимают Девляются В частности К университетским Профессорам Поддерживают Ты Нынешнюю Власть Или Не поддерживаешь А нынешняя Власть Это кто Ну А вот Штурмовики В частности Ну Это Речь идет Про Германию Того Периода Так вот Я Здесь Несколько Развил бы Вот этот Анализ Выделения Таких Предпосылок Как бы Предпосылок Переструктурирования Системы Я бы даже Сказал Что Важно Выделять Такие Предпосылки Поскольку Они становятся Непосредственными Условиями Осуществления Следующей Актуальной Пересборки Мира То есть Такая Актуальная Пересборка Мира Ну вот Я полагаю Что Она Может Произойти Вслед за Формированием Вот таких Предпосылок Вот Здесь Он называет Их Предпосылки Социальные Некая Свобода Свободные места Места Они очень жестко Определенные Функционально Ну я Напоминаю Что Тут есть Структурная Очень неплохая Аналогия Между тем Что я говорил Ранее С С этими Определенностями Структурными Определенностями Места Далее Значит Ну он говорит Про Дискурс Университет Университет Как деятели По Дискурс Публицистов Юнгер Например Сейчас Он считается Теоретиком И так далее Но В общем Он же не был Профессиональным Так сказать Ученым Он получил Образование Но Значит Не занял Университетского Места Вот Вот Ицинст Юнгер При этом Сам Хайдеггер Кстати Очень высоко Ценил Юнгера Ну как Ну Может быть Не очень высоко Но Говорил что У него есть Высокие Интеллектуальные Засладки Вот И А Что Делает Юнгер Он Обращается К первобытным Ситуациям Неявной Основой Которых Являются Изначальные Фантазмы Фантазмы Неподтверждаемые Социологические Антропологические Этнографические То есть Что такое Фантазм Это некое Интенциональное Сущие Вне общей Феноменальной Реальности При этом Это Интенциональное Сущие Являются Не объектом Некоторой Формы Желания Некоторая Такая Форма Интенционального Объекта Будущего Вообще Вот Надо сказать Что Скажем Вот Если смотреть Ко Другие Аспекты Вот Я Отклоняюсь Сейчас От Бурдье А Если Смотреть Допустим На экономику То Строго Говоря Вот Таким же Фантазмом Является Долг Экономический Долг То есть Он Приобретает Объективированную Форму И Объективируется В Финансовой Структуре Экономики Но При этом Сам По себе Долг Он Порождается Вот Некоторым Вот Таким Фантастическим Образом Как фантазм Да Ну Если Идти дальше Вот В разные Значит Финансовые Инструменты То Это Вот Еще Более Очевидно Да Когда Капитализируются Ожидания Ну Кстати Надо Сказать Что То Что Здесь Происходит Некоторая Капитализация Это Вот Достаточно Я бы сказал Естественно Так 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 Я сейчас сделаю некоторые резюме вот этого рассмотрения. Здесь на конкретном примере можно было бы продолжать дальше, но просто вот если полностью рассматривать, то у нас не хватит времени. Я хотел еще кое-что рассмотреть из других работ Буртье. Значит, есть разного рода взаимодействия акторов, акторов, которые занимают места в полях, и объективированное это самое место наделяет актора активом и силой. то есть это некоторая такая объектная и объективная надстройка над собственно существованием человека. Если он не будет оформлять свою деятельность хотя бы отчасти в этих активированных формах, то он просто выпадает из системы, он не не может занимать это свое место. Правда, здесь тоже разница между делом и словом. То есть некоторые действия на каком-то посту и некоторые представления о том, что происходит на этом посту, они различаются. сейчас я про это уже говорил. Если по причинам уже я бы сказал более широким, в некотором смысле внеинституциональном, то есть вот есть допустим какая-то структура деятельности и должностей скажем в промышленности, а есть номенклатура. которая является внешней структурой. И назначения на какие-то должности идут из номенклатуры. Без рассмотрения того, насколько подготовлен человек к деятельности внутри, а по большей части рассматривая насколько внутри вот этой структуры, внутри некоторого поля, допустим, поле промышленности или поле образования или поле науки, рассматривая то, насколько хорошо вот такой внедренец будет выполнять внешние задачи. Допустим, внедрять в науку управленцев задачи которых являются сократить финансирование науки государственной. это мы знаем некоторая действительность, которая нас окружает. В общем, с медициной и с образованием вообще, говорят, фактически то же самое. Не совсем понятно, как у нас в России с армией стоит, но в целом финансирование процентно достаточно сильно было порезано. Ну, и так далее. Ну, это примеры вот этого. Значит, вот множество полей, да, поля включают в себя места, которые характеризуются даже вот не места, а вот иногда место, да, но в Бурге предпочитает слово позиция, которое характеризуется диспозициями, оппозицией, то есть это некоторое наследие структурного подхода. Но в то же время здесь рассматривается нечто внесистемное. немецкие профессора, как говорит Бурге, производят бесчисленные варианты консервативной идеологии или революционно-консервативной идеологии, и эти варианты идеологии оказываются предметами осмысления для Хайдегера точно так же, как воплощенные в работах Хайдегера вот эти вот образцы консервативной идеологии оказываются предметами осмысления для немецких профессоров и для каждого из них и для всех остальных. И здесь возникает то, что говорит то, как говорит Бурге, приблизительная объективация. Она приблизительна по отношению к наследным схемам и точному выражению. Она приближается к этим наследным схемам, приближается к точному выражению, но постоянно дорабатывается и прочее. А объективируется что? Этико-политические настроения. То есть здесь есть не просто некоторая логика, которую можно было бы описать как историю идей, а здесь есть некоторый генетический взгляд на логику возникновения и на логику производства этих дискуссов. То есть некоторая стадия становления, формирования, в генетику это все входит, затем некоторого существования, функционирования, изменения, развития и так далее. я постарался показать некоторые ключевые позиции. в позицию входят культурные капиталы, не только культурные, символические разные формы капитала, как некие ресурсы, которые позволяют в этой позиции действовать. При этом эти ресурсы не просто так позволяют действовать с чистого места, они позволяют в первую очередь воспроизводить эту позицию, упрочивать вот эту структуру, некоторую внутреннюю структуру капитала, внутреннюю структуру поля, внутреннюю структуру социального пространства в частности. Значит, теперь я перейду к работе развлечения «Социальная критика суждения вкуса». Я написан через четыре года после политической антологии Хайтгера. Потом опубликовано. Задача, которую преследовал здесь Бурдье, заключалась в том, чтобы сделать порядок представления максимально приближенным к реальному процессу исследований и постепенно в порядке выполнения представлять операции, которые привели к систематическому объяснению данных, собранных в различных статистических и этнографических исследованиях. Во-первых, здесь вот этот процесс исследования, который в себе имел некоторый порядок или даже некоторое множество порядков. результатов. представления. Представления чего? Результатов. Результатом является систематическое объяснение полученных данных. он различает порядок представления и реальный процесс исследований. В директической логике, ну, не только в директической, это различается как логика исследования и логика изложения. Логика исследования она в ходе осуществления исследования есть некоторое, при этом научный субъект пытается логику исследования заранее предвидеть, оформить и так далее, но вот эта логика исследования она часто натыкается на противодействие вещей, которые мы исследуем, и тогда получаются некоторые неожиданные результаты, новые результаты, непредсказанные результаты, результаты, которые могут серьезно изменить предшествующую теоретическую схему и так далее. Вот разница между логикой исследования и логикой изложения вот она видна уже вот в этом неполном соответствии, практически всегда неточное соответствие между требуемыми результатами, как получением некоторых решений и задач, которые перед нами поставлены и теми, которые мы получили. Ну, здесь, конечно, от многого это зависит, но ладно. вот далее он рассматривает много разных полей, практических полей, которые имеют общую структуру. они все являются под структурами в социальном пространстве и представить это можно некоторым по словам Бурдье трехмерным пространством. он говорит так, три основных измерения которого являются объемом капитала, составом капитала и изменением этих двух свойств во времени. Ну, вот это перевод с английского текста я, к сожалению, по-французски не читаю. Но немецкий текст говорит не об изменении во времени, а там речь идет о развитии во времени. во временном развитии. Собственно, а тут это по сути некоторое качественное определение. Значит, объем капитала. Ну, во-первых, есть как бы суммарный объем капитала, то есть некий суммарный объем ресурсов, допустим, там, экономических, там, образовательных и так далее. Причем это может быть до некоторой степени представлено численно, хотя не все. капитал. То есть, допустим, образовательный капитал, который имеет, скажем, выпускник университета и преподаватель университета вообще-то разный. И это зафиксировано как раз в статусе. То есть, перевод из выпускника в преподавателя, он однозначно увеличивает вот этот самый образовательный капитал ученика, в смысле выпускника, поскольку просто выпускник не имеет официального права учить. А его вот этот самый образовательный капитал легитимирован и признан в некотором объеме. а те, кто претендует на какую-то должность, они должны представить свидетельство о том, что у них есть знания и достижения в каких-то областях. В общем, это известная, я бы сказал, практика. То есть, само по себе окончание университета уже закрепило за выпускником некий образовательный капитал, и он уже может наниматься на работу, как человек, имеющий какие-то знания. для того, чтобы перейти на другую ступеньку этого образовательного капитала, ему этого не хватает. Но в частности, вот такая вещь, опыт практической работы часто требует. То есть, у тебя могут быть прекрасные оценки в аттестате, но вот это еще не говорит о том, что ты прекрасно делаешь разные вещи, которые потому что оценки в некотором смысле случайны. В некотором смысле. В разных науках по-разному. В общем, это я раз некие рассуждения внешние привел. для пояснения того, что этот объем капитала является некоторым измерением, капиталом. То есть, это, по сути, некоторая шкала. Оценочная шкала, вообще-то. Некоторые ее компоненты могут быть относительно измеренные. Но это, вообще-то, не измерение в том смысле, что там есть некоторая числовая мира. То же самое состав капитала. Здесь речь идет о композиции капитала. То есть, о некоторой, так сказать, фигуре или форме, в которой сочетаются вот эти самые ресурсы. А при этом эти композиции это вот второе измерение. То есть, некоторое множество ресурсов это одно, а некоторое рабочая конфигурация этих ресурсов это совсем другое. Это тоже некоторое качественное такое измерение. Опять-таки, тут можно попытаться количественно измерить, пытаясь измерять эффективность. Вот квази, значит, квази измерение это вот сейчас количество статей для ученых. Ну, пытаются понять, кто из ученых, находящихся на таком-то месте, лучше сконфигурировал свои ресурсы так, что получились результаты, которые там признаны в качестве принимаемых. то есть можно пытаться создать измерение, но такое измерение оказывается плохо представляющим некоторую действительную структуру вот этого состава капитала, не композиции капитала. И то же самое, ну, почти то же самое относится к изменению вот объема и композиции капитала во времени. Ну, это я сейчас комментирую вот это выражение. То есть Бурди говорит, что это изменение проявляется в прошлой и потенциальной траектории в социальном пространстве. Вот здесь чем задается траектория в социальном пространстве и траектория чего? С одной стороны, у нас есть капиталы разных видов. Соответственно, есть социальная траектория капитала в целом, экономического капитала в социальном пространстве, значит, культурного капитала, образовательного капитала, символического капитала, Вот. И можно пытаться как-то определять значимость взаимную. Сейчас крайне значима значимый экономический капитал, но он определяет не все в современном мире. значимы также явные и неявные институции, как экономические, так и внеэкономические. Ясно, что, допустим, политический капитал, значит, он тесно связан с экономическим, оно может оказывать обратное воздействие, влияние и так далее, уменьшать экономический капитал и прочее. Тут разного рода борьба происходит. Известная тема об декластификации. То есть, если мы говорим о габитусе, в чем выражается вот это самое существование габитуса. Значит, габитус, как он говорит, это порождающий принцип объективно классифицируемых практик и одновременно система классификации этих практик. У людей как взятых индивидуально, так и коллективно есть некие способности производить классифицированные практики, равно как и продукты этих практик, которые тоже оказываются классифицированными, и различать и оценивать эти классифицированные практики и их продукты. Собственно, вот эта оценка практик и продуктов, их развлечение и классификация являются основанием того, что возникает некий собственный вкус, который, с одной стороны, укоренен в вкус, стиль, такого рода вещи, которые, допустим, у человека есть, скажем, у буржуа, у высшей аристократии есть вкус к экзотическому, оригинальному, исключительному. значит, у среднего слоя есть вкус к выбору нормального, достаточного и так далее. А у низших слоев есть возможность выбора необходимого, но выбор только из необходимого. Он не может перейти на уровень достаточного обеспечения, и он не может перейти на уровень оригинального, особенного, единственного и так далее. При этом вот эти вкусы, они являются объективированными. то есть есть некоторый спектр вот этого оригинального, из которого выбирают, которые создают, классифицируют высшие аристократии. Есть спектры, которые спектры вот этих среднего класса, спектра вкусов. Да. вот тут он приводит примеры, примеры питания, социальное определение надлежащего питания. Оно опосредовано не только полуосознанным представлением о приемлемом телосложении, а на более глубоком уровне это целая телесная схема, в частности манера держать себя во время еды, лежащая в основе отбора некоторых блюд. Среди рабочего класса рыба считается едой не слишком подходящей для мужчин. Вот. И не только потому, что она легкая пища, не только потому, что ее готовят для больных и для детей, но и потому, что она вместе с фруктами принадлежит к числу деликатных вещей. рыбу есть необходимым образом, который противоречит собственно мужской манере, сдержанной небольшими кусочками, слегка пережевывая, используя переднюю часть рта на кончиках зубов из-за рыбьих костей. Значит, две манеры есть, кончиками губ и небольшими кусочками, как женщины, только которым подходит ковыряться в тарелке, и полным ртом всеми зубами и большими кусками, как это подобает мужчинам. Вот. Ну, вот некоторый пример того, как Бурдье описывает вот эти вкусовые различия, различия между полами, различия возрастные, детское питание, различия функциональные, больные и здоровые, отдельно проблема так называемой здоровой пищи, здорового образа жизни и так далее. То есть вот это вот я привел вот несколько таких примеров, которые касаются того, как на основе поддерживаемой практики, причем практика поддерживается, повторяю, не только вот индивидуум, но и во всем сообществам, ожиданиями от него. Вот мужчине показаться женственным, например. и так далее. Здесь мы видим, что вот эти габитусы порождают разные практики как организованные конфигурации свойств, выражающих различия, различия, которые объективно вписаны в условия существования в виде систем дифференциальных расхождений, различаемых расхождений. габитус таким образом это некая структурирующая структура, организует практики восприятия. И деление на логические классы, которые организуют восприятие социального мира, само является результатом воплощения деления на социальные классы. условия существования каждого класса и его состояние, положение определяются и через внутренние присущие свойства, и через свойства реляционные. А эти реляционные свойства являются в первую очередь системой порождающих различий, но одновременно они порождают различения внутренние для вот этого габитуса, различающиеся позиции. То есть, как пишут Пурде, каждая позиция определяется через все то, что отличает ее от всего того, чем она не является, и в особенности от всего того, чему она противопоставляется. То есть тут речь идет не просто о некоторой классификации логического типа. Вот есть некоторый набор свойств, да, и вот он определяет класс, который отличен от другого класса по всем свойствам. А вот эти дифференциальные, то есть, вообще говоря, текучие различия, дифференциал как некая функциональная характеристика, различия различия как дифференции, так развлечения. Значит, это нечто, что определяет пересекающиеся по некоторым свойствам вот эти самые классы, но в то же время внутренняя вот эта структурация, она фиксирует специфику этого класса, своеобразие этого класса. Значит, я бы сказал здесь, я бы напомнил здесь понятие идеального типа Максовыбора в этой связи. Ну, по-моему, Бурдье существенно дополнил вот те возможные рассуждения об этом, которые у Бурдье выбрал, собственно, Бурдье. Вот. И получается, что все практики и продукты практик данного агента объективно согласованы между собой без какого-то бы ни было намеренного, стремления к связности и объективно синхронизированы вне всякой сознательной координации с практиками всех членов того же класса. Значит, вот некоторая конструкция, габитус как объективированная вот эта вот структура, порождающая структурирование. В принципе, на мой взгляд это еще раз повторю, неотменимо от неклассической антологии, антологии акта, антологии действия. и в этой связи вкус, который собственно определяет некоторую как бы личностную характеристику. у людей разные вкусы. При этом разные вкусы людей вообще говоря не означают, что они обладают разными габитусами, потому что вот эти различения внутри они нивелируются одинаковым различением по отношению вовне, практически в различении. Как пишет Бурдье, вкус является практическим оператором преобразования вещей в отличные и отличительные знаки, непрерывных распределений по дискретным оппозициям. Он переносит различия, вписанные в физический строй тел, в символический строй значимых различий. Вкус преобразует объективно классифицированную практику, через которую обозначаются социальные положения, в классифицирующие практики. И здесь получается, что вкус это некоторая действительная характеристика действия. Оператор. Я еще раз обращаю внимание на принципиальную необходимость для рассмотрения буртье вот этих моментов объективирующих субъективное. Объективирует субъективное означает, в частности, то, что не осознается, но сознательно делается. Делается сознанием дело, но не осознанно. А вот некоторая форма разрешения этого нахождения некоторого опосредования между тем, что на деле в делах, в актах и в мысли, а как тоже в акте, но в представлении о том, что происходит на деле. И смена вот этих позиций взаимодействия, круговое воспроизводство, одна из ключевых работ Буртье и Пасрона называется воспроизводство. Речь идет о воспроизводстве социальной жизни. Значит, вот я описал то, как самые разные феномены действия, ситуации, конструкции, положения, изменения положения, Буртье рассматривает более или менее однообразно с точки зрения объективации. Просто само понятие объективации оказывается таким, что вот то, что приобретает воспроизводящееся объективное существование, то и объективировано. И от этой объективации никуда не могут деться мысли, допустим, разные, они, если не объективированы, исчезают. А если они объективированы, то они воспроизводятся хотя бы внутри сознания, как некоторая достаточно четкая форма выраженная, по крайней мере словесная, более или менее однозначно фиксированная. я хочу уже мало времени, практически не осталось времени, я надеюсь, что еще может быть какие-то вопросы будут, но вот эту вот линию, связывающую Борде с Марксом, по крайней мере, идейно. В послесловии к вот этой работе развлечения «Критика, суждение, вкус», он пишет, что вот есть русский частичный перевод, который не совсем точен. Он пишет о том, что вот есть ощущения и те, кто подчиняются ощущению, те, являются субъектами вот этих самых неточных, нечетких объективаций, вот они не знают того ужаса, который возникает у тех, кто объективирует ощущения и их понятийно, словесно, осознанно оформляет, а у этих товарищей возникает некий ужас из-за устранения дистанции между представлением и представленной вещью, на которой утверждается свобода. На дистанции между представлением и представленной вещью утверждается свобода. И дальше Бордея пишет, что это происходит из-за отчуждения, из-за потери субъекта в объекте. Здесь он имеет в виду, как я понимаю, но прежде всего Сартра и разных других мыслителей, которые принципиально анти-тоталитарны. При этом объективацию они рассматривают именно как потерю субъекта, как тоталитарность, отчуждение и прочее. Есть такая линия в выстолковании раннего Маркса. Ну вот, как говорит Бордея, это происходит потому, что непосредственное подчинение непосредственному настоящему может происходить из-за того, что есть насилие того, с чем мы соглашаемся, того, с чем можно соглашаться, того, что соглашабельно. в английском тексте это слово «эгребы». Вот это согласие, подчинение согласию может проистекать так, что мы устраняем дистанцию между представлением и представленной вещью. Именно вот в этой дистанции между представлением и представленной вещью, повторяю, по Бордее, как раз и утверждается наша свобода. И вот, когда я говорил про его последние действия, уже политические, то мне представляется, что различая представленные вещи и представления, различая действия, которые осуществляются объективированно в связи с этими структурами габитусов, полей социальных пространств и прочее, вот принимая во внимание, актуально принимая во внимание эту дистанцию, а можно добиться свободы. Вот так я интерпретирую вот это утверждение Бордее как в некотором смысле методологическое для дальнейшего в исследовании объективации, в рассмотрении отношений к объективации и прочее. Значит, говорить можно много еще чего, но давайте вот я может быть если есть какие-то вопросы, я бы может быть кто-то еще ответил. Спасибо. Давайте к вопросам перейдем. очень интересная последняя часть насчет развлечений, я считаю, что это основная работа, хотелось бы больше про нее узнать, к сожалению, она на русский не переведена, но к сожалению, я последний год не смог читать новых книг Бургия, а вышло две книги, два толстых сборника и его лекции, один по экономической антропологии, который я читал, а вторая по государству я просто эти книги заимел, вы их не порабатывали, не читали, нет? Я объясняю, в чем дело. У меня была попытка, мы с товарищами пытались не профессионалами освоить Бургия по первым русским переводам, когда еще книги были редкие, я списывался даже с переводчиком, у него на мой взгляд очень сложный язык и дискурс. Как его ни переводить, это какая-то особенность этих французских хомоакадемиков. Они так пишут, они так предлагают, а вот в лекциях они вынуждены приноравливаться к аудитории, они говорят немножко проще. Я читал некоторые вещи, мне кажется, попытка изложить вот таким более простым языком, что вы как раз и делаете, ну, не простым, а, так сказать, переведенным переведенным не буквально, а переведенным в ваш собственный какой-то понятийный категориальный ряд. Это очень благое дело, потому что Бурди очень, за исключением этого Хайдегера, там такая публицистическая, на мой взгляд, книга, вы о ней много говорили, но, по-моему, так сказать, она такая жесткая, публицистическая, она не теоретическая. и, к сожалению, почему-то никто не говорит о том его главном труде, я не знаю, вопрос к вам циклит это в том, государственная знать книгу, как вы оцениваете, если вы о ней слышали, так сказать, люди, которые были близки к Бурди, утверждают, что это его капитал, ну, как бы, эквивалент капитала, я, по крайней мере, такие суждения отследил. Дело вот в чем, вы много внимания уделили тому, что его теория качественная, там как-то, как-то все очень трудно измерять, вот, в каких-то вещах, вот этот для меня самый главный еще, кроме дискурса, затык. А в этой книге он что-то там с товарищами измеряет, они взяли базу всех выпускников и полинормали, и еще каких-то, и по всей базе построили так сказать, объективную картину государственной знати. Эта книга называется «Mobles de Tart», вот так как-то по-французски, pardon my French, вот, там он пытался что-то измерять. Вот, вам не считают, вы не считаете, что основная проблема с Бурдье, вот, измерить неизмеримое, вот, на ваш взгляд, он справляется с этой проблемой? Я скажу несколько, за что было несколько таких вопросов соображений, ну, например, вот то, что работа про Хайдеггера публицистическая, но разные его действия и выступления были вполне публицистическими, да, вот, и вот здесь что такое публицистика, да, упрощение это чего-то вот тоже некое публицистическое, да, или нет. Мне лично представляется, что это очень интересная и важная работа, прежде всего, с точки зрения анализа идеологии, потому что проводить корректные анализы идеологии, это, знаете, очень сложно, да, и вот, ну, лично мне показалось, что вот этому уделить некоторое особое внимание, ну, стоит, да, просто вот средства, которые он использует методически, да, я обращал на них внимание, и они повторяются из работы в работу. у меня основной интерес к этому, это как можно более точно представить именно методические позиции, методологические позиции, да, вот. Значит, я знаком с, ну, я специально не изучал, но так вот немножко вот знаком с вот этой государственной знатью, да, значит, там есть, ну, некоторый анализ данных, да, но вот надо сказать, что далеко не все государственные посты замятые выпускниками вот этих высших школ. То есть это не полный анализ, как минимум. Это анализ скорее некоторой структуры или подструктуры, да, которая имеет, как бы, изначальное происхождение в этом поле образования, да, но не все там были, да, много, допустим, с политехнической школой высших. И каково их соотношение, да, тоже непонятно в этой книге. То есть тут значит, то, что он хотел описать нечто, да, я бы не назвал это капиталом в полном смысле слова. Капитал описывает возникновение объективации экономики, вот я так это интерпретирую, значит, оно на базе огромного материала, да, но при этом материал как бы сконцентрирован, и там вот некоторые аспекты вот они на базе английских, да, некоторые на базе французских, некоторые на базе американских, там или немецких, да, вот, то есть там нет, а там есть некоторое многообразие вот этих данных, оснований и так далее, но надо сказать, что капитал Маркса не закончен, кроме всего прочего, да, то есть тут можно ну, предполагать, что могло бы быть еще гораздо больше и так далее, то, что вот работа Бурдио закончена, на мой взгляд, это свидетельствует о некотором достаточно узком, так сказать, поле, которое он исследовал, и его очень сильный интерес к символическим полям, полям образования, производства знаний и тянтам. Нельзя сказать, что сам Бурдио подчеркивал, что в разных условиях возникают одни и те же типы объективации. Он как раз призывал их различать. То есть вот это я воспринимал эту работу по структуру властных позиций выпускников там Эколи Нормаль и так далее. Вот значит, как описание некоторой конкретной частной объективации и сам Бурдио ну, у него вот недавно вышла это гомоакадемикус, фактически тот же материал представлен. вот сам Бурдио говорил, что это конкретный анализ конкретного случая. Другое дело, что из этого вытекают некоторые обобщающие положения, но эти обобщающие положения не являются структурно неизменными, инвариантными и так далее. Хотя на некоторых промежутках времени, в некоторых регионах и так далее они вполне себе отмежевываются конструктивизма. В прошлый раз я, в частности, говорил о том, что Бурдио отмежевывался и от социального конструктивизма. То есть основная черта социального конструктивизма это некоторая замкнуласть получающейся системы. А вот Бурдио благодаря тому, что есть всегда некоторая внешняя среда и внешние поля самодействия, при этом есть еще внутренняя среда, вот как раз те самые агенты, которые не абсолютно и не полностью определены своей ролью и позицией, могут как-то варьировать. Это принципиальное отличие подхода Бурдио с конструктивизма и мне представляется, что это очень важно, полезно и нужно. И еще про то, переводить Бурдио на какие-то языки более или менее понятные. Здесь с одной стороны мало кто осозненно подходит к вопросам антологии. скажу так. Сейчас есть антологический поворот, все смотрят в эту сторону, но вы помните, в 1975 году Бурдио говорит, что Хайдек разделил антологию антропологию. Бурдио 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 обрезок по крайней мере к тому пониманию Арктизма, которое есть у Лукача. Тоже этот акцент на возникновение объективации и тем самым на некоторые качественные изменения внутри истории. Возникновение новой сферы деятельности, качественные преобразования внутри человеческой истории. Я могу так сказать. И с этой точки зрения метод Бурдио более развит, чем большинство я бы сказал таких обычных социологических или философско-исторических концепций. позволяют на мой взгляд опираясь не только на некоторые заранее заданные определенные ограниченные наборы фактов или опираясь на заранее заданную жестко сформулированную теорию что-то развивать. Исследовать как раз действительные изменения собственно и Маркс как мне представляется это делал. То есть параллели между Бурдией и Марксом не случайно хотя я не сказал бы что это в чистом виде марктивский метод. Еще вопросы. Давайте может тогда завершение такой вопрос чтобы слушатели лучше осознали предложенный материал если сформулировать одним предложением основную методическую методологическую инновацию Бурдие и какую империю она позволила ему разглядеть объективацию объективирующего субъекта что на импирическом уровне это позволило обнаружить в сравнении с другими социологами. я уже немножко про это сказал о том что здесь имеется на Бурди на мой взгляд некоторое необходимое критическое отношение к научной методологии то есть рассмотрение отношения между субъектом познания объектом познания предметом познания и методом не как жестко заданную структуру а как взаимодействие более того как воспроизводящиеся взаимодействия вот в этом смысле вот Бурди рассматривает воспроизводство объективации это ключевой его пункт и это воспроизводство объективации он рассматривает на множестве разных уровней совершая разного рода опосредования переходы связывая их многообразно при этом опираясь на значимые статистически значимые массивы данных то есть это очень неплохой на мой взгляд вариант научного метода можно так сказать что с помощью этого метода он смог объяснить какие-то феномены на сфере общественного сознания идеологии и так далее он смог объяснить некоторые феномены он смог часть феноменов объяснить а некоторую часть феноменов он высветил благодаря такому подходу то что было неявным непроговоренным и так далее ненамеренные разного рода вещи а тем не менее лежащие в русле какой-то логики и прочее значит это более многообразная и более развитая техника вытаскивания вот этих скрытых предпосылок условий предположений и так далее чем во многих других концепциях то есть это тоже некоторая особенность гораздо большая избирательность гораздо большая внимательность к конкретному предмету лучшие основания для воспроизводства предмета в его конкретном существовании ну как мы знаем это тоже одно из требований спасибо давайте спасибо спасибо спасибо